Андрей, как много точек сейчас в вашей сети и где географически они расположены? Сейчас у нас 22 точки, большинство их находится в Смоленске, а также в городе Рослове, Десногорск, Вязьма и Ярцево. И еще планируется в следующем месяце открытие еще в Сафоново. Фирменная розница появилась позже, чем в ваше предприятие организованное появилось? Позже, позже. Намного? Да, намного позже. То есть, как сейчас вы работаете? Сколько СКЮ у вас всего? Сколько из этих СКЮ вы отправляете в сети? Сколько остается у вас? Как это все выстроен процесс? Для сети мы сейчас делаем порядка 12 СКЮ, но планируем в течение полугода остановиться на 7, а в следующем году хотим выйти на 5 СКЮ. А почему? Ну, это обусловлено тем, что сейчас очень выросла себестоимость продукции, выросло очень сильное сырье, мука, и я не уверен, что удастся договориться с сетями на компенсацию повышения цены в том объеме, который был бы выгнен для нас при сохранении той маржинальности, которая была. Поэтому будем работать над тем, чтобы все-таки ставку делать на высокомаржинальные хлеба, зарабатывать на них. Так, а что касается фирменной розницы, там как обстоят дела? А там, ну, там подорожание происходит спокойно, без каких-то либо конфликтов, да, как бы, и оно, как только увеличивается себестоимость, мы в течение там полугода это проводим, соединение, оно не откатилось обратно, да. Вот, и здесь проблем не возникает, как бы, повышаем, повышаем, есть необходимость, люди это понимают, как к нам приходят. Вот, потому что был момент, когда мы пытались пробовать там делать скидки, акции, но поняли, что это неправильно, это некое неуважение к тому хлебу, к тому продукту, который мы делаем. Поэтому мы от этого отказались, и у нас на данный момент только действует скидка для пенсионеров, и после 7 часов вечера 20%. А вы дифференцируете, получается, ассортимент в рознице и то, что вы отдаете в сети, да? Да. Как и что, где продается? Ну, хорошо продается и там, и там. Нет, я имею в виду, что продается, то есть, что вы продаете у себя, что продаете в сетях? В сетях мы продаем тостовые хлеба в основном, да, батоны, некоторая категория, ну и, в принципе, все. А у нашей фирменной розницы это хлеба килограммовые, двухкилограммовые, ну, где-то минимальный вес 800 грамм, и это то, что не пересекается никаким образом с сетевым ритейлом. То есть, рецепты другие? Да, технология другая. А где берете рецепты? Рецепты собираем по миру. Ну, с многими общаемся, технологиями, многих приглашаем. И плюс у нас свои технологии, которые делают очень достойный хороший хлеб. Уже собственные рецептуры. Мы в свое время еще, по-моему, год назад, да, год назад, и совместно с институтом НИИХП, хлебникарной промышленности, они нам подготовили нам собственные чистые культуры, на основе которых мы делаем свои закваски, ведем. Есть ли в регионах запрос на ЗОЖ-продукцию? Есть запрос на вкусную продукцию. Я бы сказал так, я не люблю говорить про то, что вот есть хлеб полезный, а есть неполезный. Потому что получается сразу так, что если ты сказал, что вот я сделал что-то полезный хлеб, значит, все, что ты делал до этого, это неполезно. Нет, хлеб полезный, если он сделан хорошо, если он сделан грамотно, вот. И такой хлеб всегда был в России, да, нам, ну, в последнее время, может быть, его не так много, но очень много людей, которые хотят этим заниматься, это развивается, и у этого есть большое будущее. Если говорить про персонал, то как обстоят дела у вас с этим? У вас постоянные кадры или все-таки есть текучка какая-то? Как вы находите людей, насколько они должны быть погруженными в тонкости вашего ассортимента? Они должны быть вовлечены, да. Проблемы, конечно, есть, они возникают периодически, они связаны, либо кто-то, ну, уходит на пенсию, какие-то еще события в жизни происходят, да. Вот, например, у нас сегодня технолог, ну, родила ребенка. Понятно, она на определенное время выбыла из строя, но ничего страшного. Есть ее муж, который работает с нами, который будет продолжать это семейное дело, и которому это нравится. Нет, очень важна вовлеченность персонала, от этого очень зависит и качество продукции, и, скажем так, атмосфера, в которой это происходит. Проблемы с персоналом есть, но, слава богу, это не трагично, нам не нужно такое количество людей, но все-таки, благодаря, видимо, то, что мы создаем какую-то определенную атмосферу в коллективе, ну, это тяжеловато набирать новых, но это не трагично. Вы как-то обучаете людей? Обязательно. Что у вас входит в обучение, какие-то тесты или как это все происходит? Ну, что касается производства, мы разработали свою методичку производственную, да, и с людьми каждый день отрабатываем те знания теоретические, которые касаются хлебопечения. Что же касается продавцов, а у нас в своем большинстве это те люди, которые не работали раньше в торговле, как-то вот люди из торговли у нас не прижились. Вот, мы их постепенно в итоге поменяли. Они не давали того результата, не давали той отдачи, которую дают люди, которые приходят с других сфер, но которые в это погружаются и дают отличный результат. Мы разработали хэндбук, поэтому хэндбуку мы их обучаем. Раз в квартал мы проводим тренинги по выстраиванию коммуникации с покупателем. Ну, понятно, что удовлетворение потребностей его, выискивание потребностей, знание ассортимента, знание технологии. В основном все продавцы у нас день-два проводят на производстве, чтобы понять, что такое ремесленный хлеб, пощупать это руками, так это потом лучше рассказывается. Круто. Вот, когда вы только начинали вашу фирменную розницу открывать, занимались этим вы лично? Да. Как это происходило? Да, да, лично. Первый магазин открывал лично. Было ли страшно? Было страшно. Страшно было именно почему, за что? Что не пойдет или что не примут? Страшно само по себе, как бы, ну, магазины, я производственник, и ты понимаешь, что такое сырье, что такое технология, производственный процесс, отгрузка. А тут у тебя розница, это кассовые аппараты, это продавцы, это определенная отчетность, выстраивание совсем другого взаимодействия, выкладка, свет. Много таких факторов и было страшновато, но где-то после третьего магазина уже не так страшно. Есть вопрос у вас такой в сессии, на которой будете участвовать, я тоже вам его задам. Когда производителю нужны свои магазины? Когда наступает этот момент, что нужно продавать самому? Для меня это вопрос, скажем так, решение это возникло через где-то года полтора после открытия первого магазина, где-то на пятом магазине. Мы почувствовали со стороны сетей очень такое тяжелое давление в плане сдерживания цены, сдерживания ассортимента. Вообще сейчас, ну, мое мнение такое, очень с сетевым ритейлом тяжело договориться. Раньше было легче. Раньше мы как-то понимали, что мы должны им предложить продукт, который будет продаваться и который будет выгоден им. И это должно быть тоже выгодно нам. То в последнее время получается так, что только пока выгодно им. И всевозможные переговоры, даже когда ты разрабатываешь новинки, да, и говоришь, что эта новинка хорошо будет продаваться, у нее нет аналогов. И она будет пользоваться спросом. Ну, доходит до год. В год может происходить общение с сетями, чтобы они его ввели. У кого-то быстрее, у кого-то так вот долго. И я просто понял, что нужно уходить в свою розницу, чтобы быть более, наоборот, более независимым. Вы уже сказали, что у вас один из фокусов будет на том, чтобы снизить количество СКЮ для сетей. На чем еще планируете фокусироваться в ближайшее время? На своих магазинах. Открытия новые будут, да? Что? Открытия новые планируются? Где? Также по всей Смоленской области. А за пределы области не планируются? Вы знаете, за пределы я пока... У меня были предложения, я рассматриваю, но это будет, скорее всего, в партнерстве. Я буду помогать своим друзьям открывать магазины, там, где они захотят. Выстраивать производство, помогать в открытии магазинов, в оформлении, в подборе ассортимента, в технологии. Вот эти вот моменты. Пока я не готов уходить в город, в крупные города, в Москву, в Питер. У меня нет такого желания. Я могу привезти, но я понимаю, что это нужно открывать там. А мне пока комфортно там, где есть. Спасибо большое. В любом случае, удачи вам в развитии. Спасибо. Спасибо.